Музыка Женщина в еще совсем не, вроде казалось бы, пожилом возрасте. Ей где-то примерно около 50, плюс-минус там 10 лет. Вдруг начинает часто ломать руки-ноги. И они думают, что это просто она так вот, ну неудачно шла, где-то упала, где-то подвернула ногу, очнулась, закрытый перелом гипс. А все не так. Кто запомнил, что это за диагноз? Да, это постменопаузальный остеопороз. Когда из-за недостатка женских гормонов, гормональная перестройка, кости становятся хрупкими. И что победить этот остеопороз очень трудно, потому что это реакция на недостаток женских гормонов. Мне хотелось именно напомнить, как это выглядит астрологически. Вот, например, знаменитая британская актриса Джонс по фамилии, сейчас я покажу ее натальную карту. И вы увидите, вспомним, повторим вот эти признаки. Это Кэтрин Зетта Джонс. Между прочим, Кэтрин Зетта, Зетта это фамилия, 69-го года рождения. Кэтрин Зетта Джонс всего 54, а эта история с ней случилась 2 года назад, то есть ей было 52. Ну, как я и сказал, 50 плюс-минус орбис. Что произошло? Они с мужем наряжали у себя дома, ну, у них частный дом и холл такой до крыши. Ну, знаете, так бывает, вот такая часть дома, где вот очень прям до крыши, и елку, чтобы гостей, елку рождественскую. И она украшала елку, забравшись на стремянку, не на высоту пожарной лестницы, а, ну, там, несколько ступенек, не очень высоко, не удержалась, упала с этой вот стремянки. И Рождество оказалось испорченным, потому что вот ее нога, и нога эта стала сломанная. И она все удивлялась, как так-то, я, говорит, не с третьего этажа упала, а с третьей ступеньки стремянки, ну, домашней вот этой лестнички, мол, не та высота, чтобы ногу сломать. И интересно, что в больницах женщинам редко это объясняют. То есть они думают, что они пациенты травматолога, а они пациентки не травматолога, а гинеколога, потому что нога сломалась. Из-за чего? Из-за гормональной перестройки. И вот давайте посмотрим натальную карту, то есть как заранее определять, что у женщины может быть эта проблема, что вот когда начнется гормональная перестройка, она примерно начинается в 45, но это очень индивидуально. Бывает так называемый ранний климакс, а бывает наоборот очень даже отсроченный. То есть это зависит от природы женской организма. Если природа хотела, чтобы эта женщина много рожала, то у нее поздний климакс будет. То есть она детородную функцию дольше сохраняет. А если природа как бы так особо ничего не хотела, то климакс у нее наступит стандартно. Это где-то как-то 45, но очень в орбисе тоже. То есть это может быть и раньше, и позже. За последние полвека, кстати, в целом начало климакса ушло в больший возраст. То есть если раньше он наступал раньше, в прошлые времена, то сегодня климакс у женщин наступает уже позже. И вот в натальной карте Кэтрин Зетта Джонс, что бы нас затолкнуло на эту мысль? Мы в тот раз писали, что вся беда не в Сатурне, кальций, а в Венере. Источник зла Венера. И Венера у нее в деле. А это означает, что у нее злая Венера. Так вот, признаком остеопороза может быть тот случай, когда Венера злая, это овен, дева, скорпион, и имеет аспект к Сатурну. Аспект к Сатурну, даже вот у нее красный аспект, у нее тригон, но все равно этого оказалось достаточно. То есть если Венера в плохом для себя знаке, овен, дева, скорпион, и имеется любой мажорный аспект к Сатурну, то это уже постменопаузальный остеопороз. Когда вдруг начнутся хрупкость костей на ровном месте, начнутся переломы, и лекарства есть. Если не гормональные, но они тоже очень тяжелые. А гормональные, я вам рассказывал, назначать боятся. Почему боятся назначать? Тогда и кости ломаться перестанут. А почему боятся назначить женские гормоны? Опухоль, конечно, любая опухоль на гормонах растет, как на дрожжах. А вдруг где-то там внутри что-то сидит, о чем никто не знает, гормоны назначат, кости ломаться перестанут, зато опухоль вырастет. И неизвестно, что страшнее по последствиям. То есть назначить гормоны можно только если врач уверен, что нигде никакой опухоли у нее нет. Тогда можно назначать женские гормоны. И не нужен кальций тогда. А так назначают специальные препараты, но они сами по себе тяжелые. Это не просто кальций пить. Кальций пить ничего не даст. Ну вот от этого гостиопороза просто принимать таблетки кальция, переломы не прекратятся. Тут надо воздействовать на всю систему. Итак, вы запомнили Венера в аспекте с Сатурном. Но Венера злая. Или Венера в шестом доме. Но в любом знаке. У кого Венера в шестом доме? Надеюсь, у нее нет аспекта к Сатурну. Или есть? Нету. Прекрасно. А вот была бы линия, даже красная, вот это могло бы означать, что это будет признак постмена, паузального. Когда вот эти вот на ровном месте переломы костей начинаются, трубчатых костей, пока все понятно? Прекрасно. Вот это важная информация. Женщинам не говорят, ну что вы сломали ногу не из-за ноги, а из-за женских дел. Поэтому связи между одним и другим не усматриваю. В то время, как эта связь есть.